МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире КРТВ новости. Студия Анастасия Евстевхева в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля, сельхозназначение. Здесь ведутся работы по двойному дискованию с последующим посевом многолетних трав. В Петрово-Дальнем возрождают сельское хозяйство. Дружба крепкая, не сломается. Дружба будет только нарастать и будет сказаться водоприятным. Хелкштадт и Красногорский район обменялись впечатлениями и школьниками. Алло, мы ищем таланты. Чтобы увеличить контингент, обновить хоровые коллективы. Школа «Алые паруса» объявила набор воспитанников. Спам на портале Добродел. Выяснилось, что не все обращения в областную электронную книгу жалоб достойны внимания. На заседании правительства Московской области обсуждали работу районов по решению заявленных жителями проблем. И, к примеру, в Красногорском районе, как пояснил в ходе селектора глава Михаил Супунов, больше ста заявок за неделю были поданы всего несколькими людьми, которые, к тому же, не оставили контактных данных для связи. Более того, обозначенные ими проблемы не входят в юрисдикцию местных властей, а на рейтинг муниципалитета и статистику влияют негативно. В результате за минувшие семь дней Красногорский район стал лидером по отпискам на жалобы на портал Добродел. Мы сделали анализ 8 человек, которые за неделю сгенерировали у нас 115 проблем. Причем есть проблемы, которые мы не можем решить. Я приведу пример. У нас на границе Красногорска и Митина есть участок гос. лесфонда. И там жители Москвы, скажем так, сформировали кладбище домашних животных. С атрибутикой, с надгробиями, с оградками. И один человек, в общем-то, пишет непрерывно. Мы не можем что сделать. Мы не можем там аскумацией заниматься и прочее. Мы просим заблокировать, но, к сожалению, нас не блокируют его. Контакта нет, телефона нет. И таких у нас 8 человек, которые генерируют большое количество проблем. Так мы понимаем, есть где мы западаем в работе. Мактон Игоревич, я прошу обратить внимание, когда вот такой спам идет, давайте так его назовем аккуратно, с ним нужно тоже разбираться. Потому что если анонимками засыпают голову, ну это тоже не дело. Делегация из немецкого Хёкштата на Айше посетила Красногорск. Это город-побратим нашего района. И в рамках обмена школьники из Германии ежегодно посещают муниципалитет со знакомительным визитом. Обязательная часть программы – встреча с главой Красногорского района. Дружбе между Хёкштатом и Красногорским районом уже почти 20 лет. И каждый год товарищи ездят друг к другу в гости. Это добрую традицию. Михаил Сапунов, который немецкую делегацию как глава муниципалитета встречал впервые, обещал поддерживать и впредь. 20 лет – это уже очень много. И если в то время смогли подружиться, смогли найти точки соприкосновения, то я думаю, сейчас нам гораздо легче это делать. Я думаю, что дружба будет только нарастать. И это будет сказаться благоприятно на обоих территориях. И самое главное – о тех людях, жителях, друзьях, которые будут посещать и Красногорский район, и ваш город, и что дальше. В ходе встречи с юными немцами глава муниципалитета в двух словах рассказал о Красногорском районе. О том, что такие предприятия из Германии, как КНАУФ и Мартин Бауэр, приносят деньги в бюджет района, а их представители активно участвуют в общественной жизни. С Красногорской стороны дружбу успешно поддерживают и учителя, и ученики Апалиховской гимназии. Гости, в свою очередь, поделились, что Хёхштадт, в отличие от того же Красногорска, – низкоэтажный маленький городок. Но в чем они похожи, что оба развиваются стремительно. Именно точки соприкосновения стараются искать представители немецкой делегации в отношениях с российскими друзьями. К сожалению, в последние годы причины нам кажутся известны. В наших газетах, в СМИ, картина о России стала негативной. Но я очень рад, что наш директор, господин Луна, бывал здесь и знает, что такое русская душа и очень любит Россию. На встрече было решено не поддаваться на провокации и хранить дружбу. Ну а Михаил Сапунов получил личное приглашение в Хёхштадт на Айше. Анастасия Евстафьева, Александр Петухов, Марьяна Бустрова, КРТВ. На похроматический атермальный объектив производства КМЗ получен патент, сообщает предприятие. Он относится к оптическому приборостроению и предназначен для аэрофотосъемки. Новинка совместима с современными матричными приемниками излучения и способна работать при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов. То есть и в космосе тоже. Объектив, разработан на Красногорском заводе имени Зверева, имеет существенные преимущества. Прибор позволяет получить высококонтрастное изображение и справно работает на высоте в несколько десятков километров. Когда-то Красногорский район славился своим сельским хозяйством. На его территории функционировали пять крупных предприятий отрасли. В перестроечные годы сельхозугодия перестали использовать по назначению. И так было до недавнего времени, пока на одном земельном участке в Петрово-Дальнем не появилась сельскохозяйственная техника. Какие работы она пополняет, что будет на этой территории, узнавал Максим Мельников. Новое поколение красногорцев уже и не помнит славного сельскохозяйственного прошлого муниципалитета. Тракторы, работающие в поле, картина для Красногорского района очень необычная. Поэтому сельхозработы, которые не так давно начались на земельном участке в Петрово-Дальнем, вызывают неподдельный интерес. В прошлом году его передали Рублево-Успенского оздоровительного комплекса. Мы с ним занимались, спахали, продисковали, выкорчевали здесь деревья, которые мешали работе. На сегодняшний день здесь ведутся работы по двойному дискованию с последующим посевом многолетних трав. Урожай, который здесь планируется собрать почти с 200 гектаров, оздоровительный комплекс управления делами президента будет использоваться в личных целях. Еще часть пойдет на нужды конно-спортивного комплекса «Новый век». В данный момент практически завершены работы по опашке земельного участка. И уже к началу лета он будет полностью засеян. Три года здесь будет, в общем-то, сельскохозяйственная работа проводиться. Будет уборка, прессование сена. А в дальнейшем, в дальнейшем, ну, жизнь покажет, если к сельскому хозяйству такое внимание будет, как на сегодняшний день, со стороны губернатора, районных, так сказать, глав, то, я думаю, здесь можно и картофелем заниматься, и свеклой заниматься, и капустой. Раньше здесь капусту выращивали. Говорят, большие урожаи. Хороший урожай на данном участке, отмечают специалисты, связан с тем, что земля здесь пойменная. Рядом течет река Москва. Поэтому уже за первый год в Петрово-Дальнем планируется собрать сено от 30 до 50 тонн с гектара. Максим Мельников, Никит Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ. Хоровая музыкальная школа «Алые паруса» объявляет набор детей на бюджетное отделение. Уже стартовал прием документов, сами вступительные экзамены назначены на 26 и 28 мая. Сколько мест для бесплатного обучения предусмотрено, и какую творческую специальность можно получить в кузнице талантов, расскажем далее. Алло, мы ищем таланты. Школа «Алые паруса» пополняет ряды воспитанников, традиционно завершая учебный год набором детей. Встать в ряды хористов, поступив в первый класс, могут дети возрастом от 6,5 до 9 лет. Предпрофессиональная программа «Хоровое пение» – 35 человек. Предпрофессиональная программа «Струнные инструменты скрипка» – 5 человек. И общая развивающая программа, где дети занимаются на разных инструментах, 4-годичные – 20 человек. Мы сейчас ощущаем такой небольшой дефицит мальчиков, чтобы увеличить контингент, обновить хоровые коллективы. И, конечно, ждем мальчиков даже, вот, может быть, будем делать отдельный конкурс между девочками и мальчиками. За 9 лет именно столько длится курс в храме музыкальных знаний. В школе научат не только петь, но и играть на инструментах. Предпрофессиональные программы включают в себя индивидуальные занятия по обязательному предмету фортепьяно. Этого требует стандарт образования или скрипки. Также поступившим придется зубрить сальфеджио и слушать и слышать музыку. Ходить на уроки, правда, придется по 3 раза в неделю минимум. Вот расписание местной звездочки пятиклассника Алана Бекмухаметова. У него хор 2 раза в неделю, у него фортепиано 2 раза в неделю, у него сальфеджио, у него шлалочек. У тебя слушания музыки есть или нет? Нет. Нет, слушания музыки у него нет. И гитара у него сейчас в неделю, поэтому уходит он, наверное, сюда раза 4-5. Я не считаю, что им тяжело, более того, я считаю, что чем больше они в наше время загружены, тем лучше. А еще всем поступающим валы и паруса нужно быть готовыми к концертам, которые проходят раз в месяц и чаще. И это помимо многочисленных конкурсов, лауреатами которых школьники становились, кажется, тысячу раз. Здесь не учат для галочки, а готовят артистов с большой буквы. Раньше федеральные государственные требования в музыкальных школах установлены не были. Вот сейчас они уже установлены, и мы их выполняем. Федеральные государственные требования подразумевают минимум знаний, которые обязаны давать музыкальная школа. Но поверьте мне, что в нашей школе, ну и в других красногорских школах этот минимум мы выполняем больше, естественно, давая сверх и учебного плана. Стандарты образования выполняются по всем показателям, но прыгать выше головы – это в стиле школы «Алые паруса». В качестве дополнительных общеразвивающих программ в учреждении можно посещать классы гитары, кларнета, баяна, флейты и, конечно, короля инструментов органа. Для тех, кто пройдет конкурсное прослушивание, все эти богатства разностороннего воспитания и образования будут бесплатными. Мы не можем принимать детей сверх принятых бюджетных мест. Мы можем только предложить этому ребенку обучаться на платном отделении. 16 мая в школе состоится день открытых дверей. Какие документы потребуются абитуриенту? Что взять с собой на прослушивание и как подготовиться к нему? На эти и многие другие вопросы можно будет получить ответы в полном объеме. Ну а всю широту таланта нынешние воспитанники, которые идут под «Алыми парусами» не первый год, продемонстрируют на концерте в тот же день открытых дверей. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ Свято-Георгиевская гимназия при Знаменском храме исполнилось 15 лет. Поздравить церковное учебное заведение приехали руководители района и города. За годы работы гимназия выпустила 262 воспитанника, многие из которых стали победителями образовательных олимпиад. Музыкальные коллективы, знаменские барабанщики и хор «Знаменские голоса» активно участвуют в творческих конкурсах и неоднократно становились победителями и лауреатами различных фестивалей. В знак признательности за успехи от администрации Красногорского района гимназии был вручен сертификат на приобретение оргтехники. Особенные слова благодарности от почетных гостей праздника прозвучали и в адрес настоятеля знаменского храма Владимира Шифоростова, который является духовным наставником гимназии с момента ее основания в 2001 году. Он действительно здесь ничего не преподает и правильно делает, но он, с одной стороны, действительно их собрал и над ними как орел парит, если кто может видел архитерийскую службу, там такой орлец, город над ним орел. И так вот так же орел над своей гимназией, где Владимир, но при этом он ее охраняет и любит, и молится, и поэтому все так это и живет. Доча, я желаю тебе и в дальнейшем так же успешно ничего не делать. Во второй городской больнице встретились два поколения врачей. Ветеранов медицины и молодых специалистов пригласили на круглый стол, в ходе которого было рассказано о настоящем и будущем передового учреждения здравоохранения. Эту встречу организовали специально для ветеранов, которые некогда работали в стенах 2-й Красногорской больницы. Со времен их ухода многое изменилось. Как рассказал на круглом столе главврач Сергей Юдин, теперь это учреждение включает в себя целый комплекс структурных подразделений. Это в поселке Новом медицинский пункт, который обслуживает госпиталь Ившневского, сотрудников госпиталь Ившневского. Это Архангельская амбулатория, у нас их уже две в 26-м доме и в 39-м доме. Это вот поликлиника для взрослых и детей. Это первая детская поликлиника. Да, кстати, филиал этой поликлиники еще в Хавшинской пойме, там медицинский пункт. А еще бактериологическая лаборатория в Красногорске на Пионерской, детский стационар в Чернево, амбулатория в Путилково – все это современное КГБ номер 2. Причем в ближайшем будущем в состав больницы войдут строящиеся в данный момент учреждения, уточнила депутат МОСОБУДУМа Галина Уткина. Это ФАП в поселке Эдем, поликлиники в Путилково, Изумрудных холмах и Павшинской пойме. Главврач больницы не мог не поделиться с ветеранами, не хватает терапевтов. Впрочем, по остальным врачам кадровый вопрос почти закрыт. Мы провели, так сказать, массированную атаку на педиатрию. И у нас сейчас порядка 90% укомплектованности участковыми педиатрами. Нам, слава богу, город дает жилье. И на сегодняшний день у нас еще свободны три квартиры. А так как мы даем комнаты, значит это шесть комнат. О том, что финансирование сферы здравоохранения за последние годы заметно улучшилось, отметила Галина Уткина. Так, в той же поликлинике КГБ номер два уже работает офтальмологический комбайн, который в корне меняет процесс оценки зрения пациента. Готовятся к установке аппараты КТ и МРТ. Конечно, со времен работы ветеранов изменились даже элементарные, казалось бы, вещи. Регистратура теперь электронная. Им очень понравилось вообще, как преобразилась поликлиника второй больницы. Но сами же доктора, наши ветераны говорят, что почему же наше население об этом так мало знает. Поэтому не хватает нам такой, знаете, правильной, полноценной информации о том, что происходит сейчас в учреждениях здравоохранения. Пока как-то больше идет негатива. На встрече было решено проводить в больнице дни открытых дверей. Перед уходом собравшиеся оставили еще один свой след в истории КГБ номер два. На территории медицинского учреждения они посадили молодые кустики сирени и обещали их поливать при любой удобной возможности. Анастасия Евставхева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. Раздельный сбор мусора не как единичная акция, а как привычное дело. В Красногорске появились контейнеры для утилизации пока только одной фракции – пластика ПЭД. Главной площадкой, где можно встретить специальные урны, стала Павшинская пойма. Сразу по четырем адресам там установлены оранжевые контейнеры для пластика, который пойдет на переработку. Еще по трем адресам на улице Школьная сетки уже вмонтированы и также готовы к приему использованных бутылок. Всего же в Красногорске семь точек приема пластика ПЭД. Мэрия обещает до конца мая установить еще 12. Компания «Экосмарт» из специальных урн регулярно забирает отходы на переработку. Так, 10 мая из города было вывезено 150 килограммов пластика. Летнего тепла, которое радовало жителей московского региона, в ближайшие 3-4 дня не ожидается. Температура будет в рамках климатической нормы, сообщил Центр ФОБОС. В пятницу 13 днем ожидается плюс 18 градусов. Для середины мая это тепло. Норма среднесуточной температуры плюс 12, говорят синоптики. Осадков в последний рабочий день этой недели быть не должно. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов. Мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия Евставьева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова